Документ В этой стадии всех законопроектов проходит несколько этапов. Значит, это его инициация, некая такая подготовка к нулевому чтению. Потом идет первое, второе, третье чтение. И на сегодняшний день, ну, можно так сказать, практически весь год ушел на то, чтобы его инициировать, подготовиться к нему. И сегодня проходит вообще в ряде регионах и на площадке Совета Федерации, на площадке Президиума об арктической зоне проходили и проходят дискуссии по поводу текста данного законопроекта. В настоящее время, вот с января месяца, с января месяца мы видим уже два, два варианта подхода к этому тексту. И первый по объему был, ну, в пределах 150 листов. Была попытка создать некий такой кодекс, арктический кодекс, который замкнет все сферы жизни и, ну, будет иметь некую специфику. Потом, ближе к лету, весной, в июле месяце мы видим уже другой текст. Но Ямал и наши эксперты, мы принимали участие в обсуждении того законопроекта, Совете Федерации было тоже много критических замечаний. Они были учтены и сегодня мы видим текст уже покороче, 50 листов. От такой вот совсем амбициозной задачи, по всей видимости, законопроект, ну, разработчики отказались с учетом наших мнений, пожеланий. То на сегодняшний день мы сделали поправки и в июле месяце. Мы видим, что сегодня огромная ответственность. Мы понимаем, что он касается всех, каждого жителя Ямала и восьми арктических субъектов. Вот. И все законодатели отвечают за свой субъект, и мы решили создать свою экспертную рабочую группу. Она большая по составу. В июле месяце мы не отдыхали, собирались, производили сбор наших мнений. И, по крайней мере, в установленном порядке наши поправки от Ямала разработчикам сегодня направлены. И по действию по регламенту работы Госдумы, сегодня мы понимаем, что в ближайшие месяцы осенней сессии седьмого созыва, значит, данный законопроект будет подготовлен к первому чтению. Вот. Потому что летом происходили рассылка его в регионы, в министерство и ведомство, когда мы свои поправки тоже успели туда включить. И некий текст такой предварительный осенью, буквально в ближайшие месяцы, будет наверняка предоставлен в Совет Федерации. Вот данную рабочую группу. И сегодня нам, всем тем, кто принимает в нем участие, надо будет очень быстро там координированно действовать. Увидеть те поправки, которые мы давали, свои замечания, ну и держать их под контролем дальше. Григорий Петрович, ну вот отталкиваясь от последних июльских поправок, вот одни из таких основных пунктов, можно их назвать? Вот чего ждать вообще людям от этого закона? Вы знаете, больше на 50% текста, ну сама идея данного законопроекта, их две, значит, выровнять социально-экономическое положение граждан, людей, живущих в арктической зоне. Это субъекты от Мурманска до Чикотки, которые находятся, ну вот в заполярном, так сказать, вот этой широте. И второй момент, вернуть все отрасли хозяйствования, в первую очередь промышленность, в арктическую зону. Вот в течение 20 вот этих последних лет мы видим, что и сократились оборонный комплекс, промышленный комплекс, гидрометеология, не функционировал Северный морской путь. И сегодня как раз стоит задача вернуть вот присутствие человека, жизнь, промышленность на нашей территории. Поэтому в соответствии с этим, статьи этого закона говорят, 50% текста это развитие промышленности. Что сегодня надо сделать государству для того, чтобы стимулировать развитие бизнеса, развитие нефтегазового отрасли, развитие других смежных отраслей, которые вообще есть сегодня на территории Ямала, в том числе сельхоз, деятельность. Ну и отдельным блоком идет социальный блок. Это развитие в Арктике образования, здравоохранения, развитие общественных отношений. Вот и они вот такими блоками там, так сказать, зафиксированы в данном законопроекте. Ну я так понимаю, коли уж этот проект, закон, да, был инициирован, значит Ямал очень перспективен для жизни, да, ямальцев, в будущем? Да. То есть здесь все в общественном. Надо даже так сказать, что Ямал сегодня не то чтобы перспективен, вот указом президента утвержден перечень субъектов, которые вошли в арктическую зону. Ямал в том числе, их всего 8. И на сегодня, сегодня мы видим, что основной упор, как сказать, Ямал является форпостом, лидирующим субъектом, который будет стартом для развития всех арктических регионов и России вообще в Арктике. Мы находимся как раз посредине прохождения северно-морского пути, и такой проект наш, как порт Сабета, Ямал-СПГ, доставка уже переработанного жиженного газа, готового продукта поставщикам, и развитие северно-широтного хода, они являются вот сегодня самыми первыми, самыми такими объектами, которым уже, ну, точки возврата уже нет. Есть только даты ввода в эксплуатацию, там, 18-е, 20-е годы. Поэтому Ямал по праву является лидером развития Арктики. Хорошо. Григорий Петрович, ну вот еще один вопрос, который, к сожалению, наверное, коснулся Ямала, это вспышка северской язвы, да, у нас была этим летом, к сожалению, зарегистрирована. Каковы последствия вот этого заболевания в округе? Последствия, ну, вы знаете, надо сказать, что, ну, во-первых, он, это природный спор. Она присутствует на территории Арктики, и не только в нашем субъекте. Вот, к сожалению, так, это сама природа нас, вот, ну, как сказать, одарила, что ли, вот этим, ну, таким очень опасным заболеванием. Он находится в природной среде, образует капсулу, не боится ни огня, ни кислоты, ни мороза. Вот, они хранятся, эти споры, в течение сотни лет и ждут свой час. И, к сожалению, вот в 901 году, в 41 году, значит, были вспышки, они зафиксированы. И здесь, в округе? Да, на нашей территории. Ну, у науки, у ветеринарии, они закреплены, вот, места поражения, вот, предыдущих годов, они отмечены. И, к сожалению, вот, отчасти, вот, на одной из них, вот, и произошли, произошла эта вспышка в Ямальском районе. Григорий Петрович, ну, я так понимаю, что вы, вот, как раз находились в Тазовском и в Ямальском районе, да, бывали там, видели проблему изнутри. Вот, напишите картину, что вообще там происходило? Каковы, вообще, дальнейшие решения этой проблемы? Были ли они найдены? Надо сказать, что, вот, возникшая ситуация, и при том, что, конечно, ее никто не ждал. Мы были буквально не готовы. И сегодня надо знать, что, во-первых, нам удалось очень быстро, консолидированно сработать, как сказать, не... Вся эта информация очень быстро подавалась, и именно силами Федерального центра науки, медицины, вооруженных сил, сил МЧС, нам удалось совместно, ну, какие-то буквально, там, неделю с небольшим, две недели, погасить данный очаг. Он сегодня локализован. Вот, сегодня необходимо сделать, ну, как, аншлаги, закрепить эти места, чтобы оленеводы, геологи, все те, кто находятся в тундре, знали на долгие годы, что где не надо находиться, и какие меры предосторожности принимать. Кроме этого, нам необходимо пересмотреть вообще прививочную кампанию, работая с тундровым населением, работая с оленеводами-личниками, чтобы они, ну, не были оторваны от всех процессов. Сельхоз, товаропроизводство, чтобы не были оторваны предоставления медицинских услуг. Нам надо еще более тщательно подойти к работе, к организации жизни именно кочевого населения, для того, чтобы ни в коей мере больше, ну, не допустить таких случаев. Вот, сегодня, ну, потери, если говорить о оленеводстве, где-то порядка двух с половиной тысяч голов оленей, пали именно от этой виды болезни. Сегодня они все животные утилизированы, места очерчены, и, самое главное, люди находятся в безопасном расстоянии. Мы видим границы, на которых они находятся. Работа еще ведется, потому что у каждой семьи, ну, в зависимости, вот, как кто пострадал, есть разница. Есть, конечно, группа семей, в достаточно большом количестве, те, кто остались вообще без ничего. Это можно так себе представить, если человек, например, даже без одежды и без квартиры, нету кухни, нету посуды, вообще ничего нет. Потому что все оставляли там, да? Потому что там все осталось, да. Потому что поголовье вот у этих семей, к сожалению, вот все поголовье пало, и все предметы быта попали под утилизацию. Но спасали жизнь, поэтому выбора, конечно, не было. И сегодня выделены деньги, мы сегодня знаем, что надо, какой перечень продуктов, питания, какой одежды. И до морозов я уверен, что мы с этой задачей справимся. Люди будут с продуктами одеты, но больше, наверное, расходов и времени потребуется на то, чтобы восстановить. Чтобы кочевник снова мог подняться и двигаться по своему маршруту, потому что восстановить стадо за один год не получится. Это работа в течение ряда лет, потому что это и структура стада, это должны быть и обученные ездовые животные, быки, и это должны быть важенки, которые именно вот в конкретной семье, в конкретном стаде должны находиться. Ну это целый, так сказать, набор всех средств, за один год это не делается. Потому что все находятся на своих маршрутах, поэтому это и затратно, это, конечно, и тяжело, и по времени это займет больше времени. До этого времени нам необходимо будет обеспечить средствами заработка, чтобы люди могли как-то альтернативно получать заработную плату, даже быть обеспечены финансово. И самое главное, наверное, то, что оленеводы говорили нам о том, что надо и необходимо помочь им. Они просили о помощи, восстановить им жилище, помочь с одеждой, продуктами питания и просили помочь восстановить поголовье оленей. Для того, чтобы они снова жили именно тем укладом, к которому они привыкли, чтобы жить по законам предков. Это тоже очень уникально и сильные люди. Будем помогать нашим землякам. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех ямальцев, потому что равнодушных нет. И объем гуманитарных грузов мы видим, как волонтеры, и они до сегодня работают, поступают, они распределяются по спискам, всем необходимым, чтобы адресно каждому семье, каждому человеку он мог возможность получить именно гуманитарную помощь. Ну, в том числе. Хорошо. Я так понимаю, у вас работа ведь этим не ограничивается. Вы еще и постоянно посещаете муниципальное образование округа. Вот последний, я так понимаю, последний визит был с 1 по 3 сентября. Вы вместе с Дмитрием Николаевичем Кобылкиным посетили ряд муниципальных образований. Было очень много открытых объектов, да, вот вы открывали их впервые. Были, скажем так, приемки объектов, да, которые только планировалось открыть. Подведите итоги вот этой поездки. Вот. Несмотря на то, что Дмитрий Николаевич, он и до этого говорил, и на разных уровнях совещаний, информацию через средства массовой информации, сегодня находимся в непростых экономических условиях. И самое главное упор сегодня завершить те объекты, которые начаты. Очень отрадно, что получилось это сделать именно к 1 сентября. Целый, ну, целый ряд жилых комплексов в разных муниципалитетах. Хорошие, новые, современные, очень многоквартирные дома. Это очень хорошо. И целый ряд детских садов и школ. И не только введенных вновь, но еще капитально отремонтированных. То есть была приемка, да? Да, и приемка, и ввод эксплуатации. Были, конечно, вот как селены, да, долгострои, которые, ну, школу очень давно ввели. И для школы, ну, для поселка это вообще необходимый такой крупный объект, потому что очень хорошо, что детишек много, очень востребованные. И сегодня, наконец-то, имеют возможность учиться в таких, ну, прекрасных условиях. И надо сказать, что будь то новая школа после ремонта или действующий школьный объект, очень заметно вот даже в эту поездку и в предыдущие годы очень видно хорошую укомплектованность нашей школы. Это интерактивные доски, это персональные компьютеры, парты очень какие-то трансформируются, очень разумные. Ну, и много разных вот этих кружковых работ, каких-то профильных направлений обучения. Благодаря тому, что, ну, достаточно много хорошего оборудования у нас в школах. И я вот бывал во многих субъектах за пять лет. Надо сказать, что на Ямале, ну, по сравнению даже с такими ведущими крупными, центральными, большими городами, сегодня мы находимся, ну, мы не отстаем это точно, потому что укомплектованная школа на высоком уровне. Ну, коли уж мы заговорили про школы, вот такой вопрос тогда возник. Если мы говорим про оснащение образовательных организаций, да, есть ли Ямалу двигаться куда-то дальше, если они настолько хорошо оснащены и укомплектованы? Ну, сегодня эта работа тоже ведется. Вот, я думаю, что вот некая, так сказать, профессиональная ориентация, что ли, подготовка еще больше технических знаний. Очень хорошо было бы, если бы вообще наши детишки сто процентов получали профильное образование. В какие-то годы у нас мы такие обороты набирали, чтобы кто хочет, там, понятно, что водительские права, может быть, еще какие-то рабочие специальности, или там, делай производство для девушек. Чтобы эти навыки точно были, оформили некий документ, но не просто навыки, а чтобы какой-то первоначальный аттестат, что ли, диплом, если бы у человека были на руках, это очень хороший старт. Поэтому вот это направление для нас просто необходимо. И еще мне кажется, что надо здесь нам очень хорошо думать. Вот промышленные проекты сегодня развиваются, газохимический комплекс, северный широтный ход, это же развитие железнодорожных сетей, ну, какие-то коммуникации там в сфере технологий различных, газохимии, нефтехимии. И если бы наша промышленность, те, кто промышленностью, блоком этим занимается, с образованием бы свели потребность, чтобы мы целенаправлены, наша молодежь, чтобы она сама стремилась получать рабочее или там высшее образование под те проекты, которые будут у нас реализованы. Ну, в итоге это повышение конкурентоспособности. Вот сегодня законодательство выстроено так, что, может быть, таких целевых, массовых таких вот условий для приема не будет. А в плане того, чтобы конкурентоспособным быть, это точно. Потому что все проекты, которые сегодня идут, они в стадии стройки, да. Там рабочие места, рабочие должны быть. Потом они, когда будут реализованы, это уже специалисты, такой высокой квалификации будут необходимы. Хорошо. Ну вот один из таких объектов, который очень важен, мне кажется, был для округа в целом и для Вангапуровского микрорайона, в котором открылся спорткомплекс, да, построенный «Газпромнефтью». Вот как вы оцениваете вообще вот это вот строение, скажем так, вот этот комплекс, которого, я так думаю, что очень долго ждали, да? Ну, по проекту «Родные города» «Газпромнефть» – это отдельная, очень красивая история. Это хороший пример для других крупных компаний, которые работают или будут у нас работать, развиваться на нашей территории. И не только нефтегазового комплекса, потому что вот, ну, во многих наших муниципалитетах, крупных городах – Муравленко, Ноябрьск, Вангапуровский, Таркас-Алея, Пуровский район вообще – мы видим целый ряд объектов, вот прямо вот с таким названием, они примерно схожи. И есть, конечно, отличие, что может быть бассейн, а может быть и целый набор всех этих возможностей для наших детей и для старшего поколения, для всех нас. Это еще один шаг к комфорту на территории проживания на Ямале. Потому что, ну, бассейн, например, где можем иметь возможность, чтобы мы зимой круглогодично имели возможность вот развивать свое здоровье, проводить хорошо досуг с семьей, и самое главное, что в таких комплексах есть возможность для всех – для детей, для родителей, одновременно на одной территории. Поэтому, ну, и в плане, кстати, безопасности жизни, потому что, ну, уметь плавать с самого раннего возраста – это хороший навык, он сохранится на всю жизнь. Поэтому здесь надо сказать слова благодарности компании, которая ведет такую работу. Это очень хороший проект. – Ну, вот насколько перспективно, инфраструктурно развивать вот такие вот отдаленные микрорайоны округа? – Ну, это необходимо, чтобы именно в конкретном населенном пункте человек себя чувствовал комфортно, чтобы у него не было, например, стремления из микрорайона в Ингопурске обязательно переехать только в Ноябрьск или в Таркасале, правильно? Или в Новый Уренгой, например. Если у него будут все условия достойны жить, работать, проводить свой досуг, заниматься спортом, значит, человеку будет комфортно. Есть у нас сеть железных дорог, и в этом плане город Ноябрьск – один из самых в таком выгодном положении. Аэропорт, дорога, железная дорога находится. И если есть такие объекты, ну, это комфорт проживания. – Хорошо. Григорий Петрович, вы, я так понимаю, куратор проекта «Забота» и «Народный контроль». На какой стадии эти проекты сейчас? Как они вообще работают? И работают ли на сегодняшний день? – Вот, ну, конечно. Если говорить по проекту «Народный контроль», ему много лет. У него была такая сложная судьба, он и, так сказать, уходил куда-то в тень, снова возобновлялся. Но сегодня вот центральным аппаратом «Единой России» ведется работа целенаправленной. И целью является, вот в течение последних двух лет мы сегодня говорим, что мы этот проект обязательно ведем, мониторим, значит, качество предоставления услуг. Насколько бывают просроченные товары. Вопросы ценообразования. Потому что сегодня ведется целенаправленная работа, ну, отслеживается, вот, у товаров, сельхозтоваропроизводителей, значит, стартовая цена, логистика оценивается, конечная цена. И идеей данного федерального проекта является то, что по итогам вот этой работы будут инициированы конкретные законопроекты. Чтобы, значит, не было излишних ценовых накруток, ну, необоснованных. И понять, кто на сегодня их создает, если таковые есть. Потому что мы же видим, что конкретный производитель молока, он находится в очень нищенских условиях, потому что он не может выгодно продать свое сырье. производитель-переработчик его тоже, получается, несет большие расходы, там, по тарифам и так далее. Вот. И получается, что где-то вот какая-то сеноценка происходит, то страдает кто? Конечный потребитель. Тот, кто несет свои деньги, покупает данный товар. И целью этой работы проследить это качество и проследить порядок ценообразований. Если будет где-то найден перекос, что где-то необоснованное у нас явление происходит, уже обернуть конкретный законопроект. Вот идея в этом. Проект «Забота» — это наш чисто ямальский проект, социальный проект. И сегодня все муниципалитеты включились в него. Мы видим, что те группы населения, те ямальцы, которые сегодня, ну, имеют право, и, ну, имеют такую возможность, и самое главное, к сожалению, конечно, необходимость в нем участвовать, то сегодня, ну, все принимают участие с разной долей степени. И наша задача до конца года мониторить и смотреть, вот как он будет развиваться. Все-таки ямальцы его поддержат окончательно, или же есть какие-то моменты, которые мешают его развитию. И что мешает? И мы видим, что поступают и критические замечания, и очень часто обоснованные, и будем думать, как нам их нивелировать, как сделать еще их комфортным. И надо сказать, ну, к сожалению, почему-то вот на территории города Ноябрьска, если сказать по Ямалу в разрезе округа, то 50% жителей Ямала сегодня воспользовались данной возможностью. Некоторые города за 90%, за 60%, муниципальные районы города. А в городе Ноябрьске, к сожалению, пока приняли участие 18%. Поэтому здесь есть над чем поработать. Вот будем тогда изучать, отдельно смотреть, значит, может быть, информации не хватает. Может быть, еще какие-то причины. Поэтому до конца года мы смотрим, как нам с ним быть. И, кстати, вот в ходе этой работы существуют планы и предложения попробовать его перенести на Юг Тюменской области. Вот с нашими депутатами, которые представляют нас в Тюменской области, сегодня тоже такой диалог ведем. Ну, посмотрим к концу года, как у нас появится такая возможность или нет. Григорий Петрович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что все получится в вашей работе. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, у нас в студии сегодня на вопросы отвечал депутат Государственной Думы 6-го созыва Григорий Литков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok